пам-пам а сегодня на розыгрыше у нас зелень марк владимирович кидай выбрать свой первый вейп похлопаем пожалуйста похлопаем я дурак да нет всем привет меня зовут глеб и сегодня хотел бы рассказать вам о том как лучше выбрать первый вейп и на что стоит обратить свое внимание для начала стоит рассказать о принципе работы любого парогенератора вейп состоит из аккумулятора который подает напряжение на нагревательный элемент который в свою очередь испаряет жидкость светиля элементы питания могут быть встроенными либо съемными и выглядеть совершенно по-разному точно также совершенно по-разному могут выглядеть и нагревательные элементы но принцип работы у всех одинаковый почему не стоит начинать знакомство с паром дешевых одноразовых устройств и устройств от малоизвестных производителей многие в поиске ответа на вопрос что такое вейпинг и нужен ли он мне идут по пути наименьшего сопротивления и приобретают себе дешевую одноразовую сигарету либо вейп от малоизвестного производителя связано это с тем что одноразовые вейпы обладают очень маленькой мощностью и не способны эффективно испарять жидкость, поэтому конденсат и горячие капли жидкости попадают вам в рот и на язык, что портит впечатление от вейпинга. Второй момент это закрытость данных устройств и высокое содержание никотина в жидкости, что с непривычки может оказаться очень неприятным из-за сильного жжения в горле. А сменить эту жидкость и попробовать что-то другое у вас просто не получится. Все эти факторы приведут вас к ложному мнению об электронных сигаретах. Вы будете думать, что все электронные сигареты это неприятные в использовании устройства, поэтому я вам сейчас расскажу, как лучше выбрать для себя первое устройство. Если вы ранее не имели опыта в использовании вейпов и хотите отказаться от табакокурения, то хорошим выбором конкретно для вас будут вейпы формата I.O. либо подсистемы, которые сейчас пользуются бешеной популярностью. Почему подобные устройства подойдут именно вам? Они обладают достаточной мощностью, аккумуляторы в них можно зарядить, испарители являются сменными и заправить в них можно практически любую подходящую вам по крепости и вкусу жидкость. Таким образом вы получаете качественное и простое в использовании устройство, которое обладает затяжкой похожей на затяжку в аналоговых сигаретах, что позволит вам легче перейти на пар. Если вы уже имеете некоторое представление об электронных сигаретах, пользовались ранее или пробовали у знакомых, то мы рекомендуем попробовать вам более мощные стартовые комплекты, к примеру iJUST 3. Такие устройства отличаются более емким аккумулятором, большей мощностью, лучшей вкусопередачей и, как правило, свободной затяжкой. Поэтому они также подойдут любителям кальяна. Ассортимент таких стартовых комплектов крайне широк. Они могут быть разных форм и размеров и обладать разным функционалом. Аккумулятор в них может быть либо встроенным, либо съемным. Преимущество модов со съемным аккумулятором является то, что вы можете иметь при себе несколько запасных аккумуляторов и если ваше устройство разрядилось, то батарею можно с легкостью заменить на заряженную. Важная особенность таких устройств в сравнении с прогенераторами формата IO либо POD является то, что они полностью разборны и при желании вы можете заменить мод на более мощный. Точно также можно заменить бак на обслуживаемый. Функционал модов по типу драга позволит самостоятельно настроить мощность и выбрать различные режимы парения. Приобретая стартовый комплект, вы получаете мощное и функциональное устройство, отдельные части которого можно заменить на те, которые будут больше соответствовать вашим потребностям. А если вы уже являетесь пользователем стартового комплекта и вам хочется что-то более вкусное и мощное, то рекомендую вам попробовать бокс мод на два и более аккумулятора. В зависимости от модели вы можете изменить внешний вид интерфейса, переключаться между режимами парения, позволить моду самостоятельно подбирать мощность исходя из сопротивления вашего испарителя или спирали и даже устанавливать различную мощность на каждую секунду затяжки. И это далеко не все. Что касается мощности таких устройств, то ее с лихвой хватит для работы любого атомайзера. Кстати, об атомайзерах. При выборе его первым делом определитесь с вашими предпочтениями по затяжке. Атомайзер может быть либо с тугой затяжкой, либо со свободной, то есть кальянной. Подавляющее большинство атомайзеров обладают регулировкой обдува, что позволяет настроить атомайзер под себя. Далее, исходя из вашего опыта, определитесь, нужен ли вам обслуживаемый или необслуживаемый атомайзер. Необслуживаемые атомайзеры работают на испарителях и когда испаритель изнашивается, они просто меняются на новый. Это очень быстро, просто и не требует от вас никаких специфических навыков. Современные баки на испарителях обладают мощной вкусопередачей и немалым объемом. Из нюансов стоит отметить, что срок службы испарителей зависит от жидкости, которую вы парите, от мощности, на которой вы парите и от температуры окружающей среды, поскольку зимой испарители будут тратиться гораздо быстрее. Поэтому, если вы используете баки на испарителях, то иметь один запасной испаритель будет вполне неплохой идеей. Если вы хотите перейти на новый уровень, то попробуйте обслуживаемые атомайзеры. От вас потребуется немного свободного времени и терпения. Несколько попыток установки спиралей и укладки хлопка и у вас все получится, и ваш обслуживаемый атомайзер будет радовать вас отличным вкусом. Ассортимент обслужек просто огромен. Если вы много передвигаетесь или проводите немало времени за рулем, присмотритесь к бакам. Они обладают большим резервуаром для жидкости и поэтому в течение дня вы будете редко отвлекаться на заправку. Нужен более экономный бак в плане расхода жидкости и аккумулятора. Берите бак на одну спираль. Хотите больше пара и вкуса? Выбирайте бак с двумя спиралями. Часто носите устройство в кармане или сумке? Обратите внимание на баки с верхним забором воздуха. Например, ZEVS. Верхний забор воздуха избавит вас от протечек жидкости. Если вкус и пар ваше все, то ваш выбор должен пасть на дрип атомайзер или как его называют в простонародье дрипка. Резервуар для жидкости в дрипках крайне маленький, но если вы готовы смириться с частой заправкой или это просто не является для вас проблемой, то в награду вы получаете ярчайший вкус и большое количество густого пара. Дрип атомайзеры также дают вам огромное пространство для экспериментов с намотками, от которых будет зависеть вкус, количество пара и расход заряда аккумуляторов. Возможности регулировки обдува на дрипках обычно также более широкие, чем на баках. Нужно больше пара? Открывайте обдув на полную. Хотите прочувствовать все ноты вкуса вашей жидкости? Наоборот, прикройте обдув, чтобы сделать пар более концентрированным. Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? Если с вейпингом вы еще не знакомы, то обратите свое внимание на формат I.O. или на подсистемы. Они позволят вам максимально комфортно перейти на парение. Если с вейпами вы знакомы не понаслышке, но большого опыта в использовании у вас нет, то рекомендуем стартовые комплекты по типу iJust 3. Стартовые комплекты все так же просты, но дают большую вариативность в использовании. Вы можете в любой момент заменить либо аккумулятор, либо настроить мощность, а в отдельных случаях можете купить новый атомайзер. Если вы парите, уже далеко не первый день и вам просто надоели стартовые комплекты, то рекомендую обратить внимание на буксмод на два и более аккумуляторов. Ну и естественно на хороший бак или мощную дрипку. В заключение данного видео хотелось бы сказать, что на сегодняшний день существует огромное количество различных электронных сигарет. Ответить на вопрос, какое устройство лучше, iJust 3 или Lenovo, невозможно, поскольку у всех людей есть свои предпочтения. Кому-то будет проще ходить с iJust, а кому-то хочется максимально большого количества настроек, поэтому выберет новую. Я постарался максимально кратко изложить все моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе первого вейпа. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое из этого видео, а если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментарии, и я с радостью на них отвечу.